виталий приветствую тебя понедельник наша традиционная для этого дня для начала недели встречи обсуждаем рынки технику фундаментальный фон ну и как и всегда друзья все это делается для вас чтобы было больше информации больше каких-то аргументов тоже с точки зрения техники фундамента необходимых для принятия торговых решений возможно кто-то из вас уже прекрасно понимает как и что нужно делать на финансовых рынках но допускаю что скорее всего многие сомневаются поэтому нужны дополнительные точки зрения это хорошо чем больше точек зрения тем соответственно лучше мы с виталием как и всегда с радостью делимся своим видением рынка и подсказываем вам опять же что вы также можете делать на площадке виталий ну что сегодня у нас как мы с тобой ранее говорили по горячим следам очень насыщенной недели сразу три регулятора отчитались по процентным ставкам и цб банка англии и фид резерв повысили ставки ужесточили монетарную политику представили свое видение общей ситуации прогнозы по инфляции полу по и так далее мы видели что рынки довольно активно реагировали на такой фундамент хотя другого и быть не может и все прекрасно видели реакцию рынка на пятничный но он фарм пэрлс который не позволил расслабиться буквально до самого закрытия и опять же торговой сессии мы видели уже переход инициативы к покупателям доллара и все это обернулось такой серьезной слабостью для рисковых инструментов очень сильно провалилось золото которое так старательно набирала последнее время вот эти драгоценные пункты в прямом смысле этого слова 1950 мы увидели в этот момент когда золото тестировал отметку 1950 многие поверили в 2000 и выше которые могут быть сразу показаны этим инструментом рынок в очередной раз продемонстрировал что у него свой расчет на все и серьезная коррекция и откат я сегодня как раз предлагаю обратить внимание на индекс доллара и на пару рисковых инструментов в частности на на секундочку на европейскую валюту в свете опять же заседания прошедшего заседания европейского центрального банка и по такой же аналогии на фунт в свете заседания банка англии давай к демонстрации канта да перейдем так сейчас у меня как раз открыт индекс доллара текущей котировки можно уже сто три пункта один пункт уже сто три пункта да это новый локальный максимум максимум по сути с начала января то что доллар растет это наверное правильная реакция во-первых на итоге заседания американского регулятора если говорить прям по факту того что мы услышали было логично быть для доллара развить восходящую динамику еще в среду когда федрезерв повысил процентную ставку анонсированы по возможности и даже целесообразность дальнейших подобных изменений политики в будущем мы помним соправительное заявление которое четко содержало комментарии о том что инфляция существенно отстает от целевого уровня поэтому нет смысла менять монетарную политику и мы помним выступление паула который дал понять что даже при снижении инфляции при начале так называемого где дезинфекционного процесса все равно американский регулятор обязан сейчас держать руку на пульсе и это кстати интерпретировали как возможность еще одного повышения процентной ставки даже не по итогам мартовского заседания уже до мая ну и пятничные данные по нонфарм пэрлс которые превзошли все самые смелые прогнозы 517 тысяч новых рабочих мест даже интересно сейчас копнуть поглубже но но так скажем на бумаге созданных рабочих места нереально на бумаге ну то что есть с тем и работаем скажем так не будем сейчас вдаваться в подробности относительно того какой процент статистики рисован потому что никто никогда это не узнает но реакция была все-таки на основе позитивного отчета который показал больше чем на полмиллиона сотен новых рабочих мест уровень безработицы кстати говоря три четыре процента мне кажется это исторический минимум за десятки лет вот до пандемии минимум если мне не изменяет память был тридцать плен процента сейчас соответственно цифра еще ниже ну конечно же все эти сильные данные были интерпретированы как возможность до американского регулятора своих решений по росту ставки опираться на сильный рынок труда и как я на своем брифинге сегодня сказал сильная статистика это по сути авансовая такая возможность федрезерву на при каждом удобном случае при каждой возможности говорить рынку что политика останется прежней и на этой неделе по моему завтра состоится выступление паула это одно из с точки зрения фундамента важных событий этой недели может быть паула уже с отсылкой на последний релиз планом фарм перлс позволить себе какой-нибудь интересный комментарий или заявление относительно дальнейших темпов повышения процентной ставки поэтому я считаю что сейчас такое органическое укрепление доллара вполне с точки зрения фундамента легко обосновать легко допустить что индекс доллара сможет сохранить локальную восходящую динамику это не значит то что сейчас нужно снова говорить о возобновлении бычьего тренда по доллару с цельми 115 там пунктов 120 нет я изначально понимал и всегда на своих брифингах давал понять что индекс доллара перед тем как уже пробьет поддержку 100 пунктов он может показать локальную коррекцию там хотя бы в районе 105-107 пунктов и вот оттуда уже можно будет на долгосрока ушортить только с точки зрения того что федрезерва все равно в этом году стопорнет с повышением процентных ставок и потом уже будет рассматривать сценарий смягчения монетарной политики сейчас предлагаю работать по формирующемуся локальному тренду покупать индекс доллара с целями как я уже отметил 105 с половиной пунктов что касается европейской валюты 107 85 сейчас котировки думаю что в ближайшие торговой сессии прямо сегодня-завтра мы можем увидеть пробой поддержки 107 и потенциально даже еще небольшой заход ниже что касается факторов поддержки для вот этой идеи продажи европейской валюты ну евро мог укрепиться на прошлой неделе на итогу заседания европейского центрального банка но не сделал это считай возможность упущена поезд уехал и дальше расти уже не нынче поэтому предлагаю евро шортить прямо с текущих уровней можно 100 поставить на отметку 1 0 8 50 и ждать уже где-то в районе 0 6 50 европейской валюты кстати говоря еще один аргумент за продажу евро доллара это индекс настроений настроения изменились на рынке еще после заседания фидеризирована прошлой неделе и если мы видели как раньше толпа была в продажах и рынок соответственно показывал рост сейчас обратная ситуация толпа покупает рисковые инструменты это характерно для евро и для фунта и по этой причине я думаю что рынок пойдет цена ниже и что касается британской валюты текущей котировки 1 20 60 здесь предлагаю прямо амбициозно шортить целями как минимум 1 21 19 даже 1 19 это более может быть реальный целевой ориентир учитывая с каким прессингом британская валюта вообще столкнулась и эти распродажи кстати они имели место быть не только потому что вышел сильный отчет по нон фарм перлс который поддержал позиции доллара мы стали наблюдать за агрессивным снижением британской валюты еще после того как были опубликованы итоги заседания банка англии банк англии 10 раз подряд повысил процентную ставку но вот это решение было интерпретировано как чрезмерное что банк англии слишком заигрался с ужесточением политики потому что в конечном счете при повышении процентной ставки теми темпами которые сейчас осуществляются в кризисе кажется рынок недвижимости который ассоциирует вообще с понятием такого финансового экономического кризиса затяжного потребительскими настроениями и состоянием потребительского спроса и очень много оценок от разных инвестбанков даже международный валютный фонд относительно того что англия которая уже оказалась в рецессии к сожалению будет чудовищный год линию этот с потенциалом спада на минус 0 607 процента и в 2024 году возможно ситуация не изменится добавим сюда вот эти масштабные протесты которые продолжаются все еще актуальный политический кризис вновь обсуждаемые перспективы обрегать как такового больше с негативным текстом и конечно же укрепление доллара по которым только что сказал и не вижу причин вообще почему фунт на этом фоне нужно покупать шорт локально нисходящий индекс рыночных настроений тоже сейчас за то чтобы этот инструмент а шортиле поэтому предлагаю сейчас не выдумывать и работать с фактом изменившихся настроений и новыми локальными трендами слабости исковых активов и дали слово тебе приветствую давайте начнем тогда принципе с тобой согласен по поводу этих инструментов инструментов давай изначально почему-то у меня иногда видео я видео отключу давайте разберем те акции которые я прошлый понедельник говорил и принципе позапрошлый я активно советовал всем работать на покупку по акциям да напомню у нас период квартальных отчетов и скажем есть хорошие движения по акциям особенно по акции фейсбук у нас был отчет на неделе в принципе неплохо виталий те слышно может уважать хороший рост по акциям как видим слышно да 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 слышно слышно мне да 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 то есть и мы получили неплохой такой рост после отчета по акции фейсбук метода на текущий момент я бы был не рынка то есть кто ранее покупал я бы зафиксировался так как не исключаю коррекцию по данному инструменту аналогично акции тесла последние несколько недель я советую на наших обзорах покупать данную данный инструмент после понедельник аналогично говорил с коррекцией можно купить тоже получили неплохой рост на текущий момент аналогично я бы был возможно вне рынка ждал какую-то более такую глубокую коррекцию у нас получился неплохой импульс за последний месяц из коррекции дальше искать какие-то точки входа на покупку аналогично apple была коррекция в понедельник вторник и мы получили неплохой рост Adobe аналогично на неплохой рост получился на прошлой неделе microsoft кстати отчитался большая тройка на прошлой неделе это amazon microsoft и google отчеты вышли очень плохие так скажем это в конце недели но до этого я советовал понедельник покупать с коррекцией мы до отчета показали рост отчеты вышли плохие я бы пока скажем кто ранее покупал какую-то бы часть зафиксировал потенциал роста еще есть несмотря на то что вышли плохие отчеты квартальные достаточно плохие я бы так сказал потенциал роста по этим инструментам есть на текущий момент тут если кто торговал эти акции я бы там основную часть зафиксировал или все с коррекцией дальше смотрел если будут какие-то понятные коррекции я дальше буду говорить почему я вижу дальнейший рост по акциям вот если перейти к S&P 500 то я думаю что на ближайшее время у нас возможен рост по данному индексу где-то в район четыре триста четыре четыреста где-то в эту область это максимум так скажем это у нас максимум максимум августа где-то в эту область через ложный пробой я думаю что мы сюда будем идти и дальше уже где-то весна лето возможно будет снижение с данных уровней достаточно глобально о котором я ранее говорил я думаю что как раз в конце года будет развитие вот этого кризиса который наступает на пятки но спекулятивно на ближайшие пару месяцев я вижу рост по индексу S&P 500 скорее всего и по акциям аналогично поэтому с коррекцией возможно покупать дальше перейдем к валютному рынку прошлый понедельник мы торговались в районе 101 102 да ну примерно 102 102 50 в этой области я советовал только шортить то есть вот на фрс как раз вот эта идея очень хорошо себя отработала то есть я говорил что мы торгуемся в импульсе которые формировались в начале прошлого месяца хорошее накопление и прострел на так скажем на новостях вот фрс вниз мы обновили эти минимумы я ожидал немножко ниже ну скажем дальше была отмена сценария когда мы скажем сделали ложный пробой и было видно что скорее всего пойдем на нонфармах наверх поэтому очень хорошо отработался шорт идеи и по поводу лонг идеи в пятницу я записывал на своем youtube канале как раз вот выходила там было несколько идей до джонс золото евро биткоин индекс доллара я там говорил и как раз не исключал вариант роста индекса доллара в перспективе если там на ближайшее время смотреть я вижу аналогично какие-то покупки конечно хотелось бы купить с какой-то коррекции посмотрим если там сегодня понедельник вторник немножко скорректируемся где-то в район там 102 102 30 условно то отсюда я бы скажем купил на какую-то более глубокую коррекцию возможную по индексу доллара но если так глобально рассматривать индекс доллара то у меня такое мнение что если на перспективу текущего года да кто торгует там среднесрочно долгосрочно плюс напомню чтобы индекс доллара нет нет свопов поэтому здесь возможно удерживать позиции и не терять на скажем как бывает на некоторых инструментах достаточно такой минус можно получить на свопах вот я бы здесь формировал долгосрочную позицию в лонг по индексу доллара с целями 115 и выше там район 120 будет ли оно с текущих вот прошел нас импульс но у меня такое ощущение что мы еще в течение там ну не знаю текущего месяца или там весна март апрель еще возможно будем обновлять уровень 100 более глубокую коррекцию делать но глобально скажем я думаю что вот мы как раз корректируем вот прошлогодний импульс который у нас был вот сильная коррекция и дальше будет мощный рост чем связан будет этот рост ну как мы знаем есть два момента таких по поводу доллара да вот когда все хорошо на рынках доллар скажем не пользуется спросом все идет скажем другие инструменты там фондовые индексы евро и так далее золото вот когда начнется через какое-то время очередной скажем скажем какие-то негативные новости пойдут по рынкам то там как раз все будут бежать в доллар и избегать там евро акций и других инструментов но это так для долгосрочных перспектив локально сейчас покупаем возможно ли с текущих рост все возможно скажем рынок бывает и идет без коррекции но я пока буду смотреть там покуп покупки с коррекцией аналогично это касается там евро и согласен с тобой по фунту и по золоту у нас возможно там назревает там более глубокая коррекция уже там по факту дальше посмотрим ну и принципе все у меня пока виталий спасибо тебе за твои идеи за рекомендации за комментарии по фондовому рынку следим эта неделя конечно уже не такая насыщенная на фундаментальные события но рынок он непредсказуемый сейчас поэтому даже какого-то комментария политика может быть достаточно чтобы снова вернуть платить даже на отсутствие значимых фундаментальных событий нужно контролировать риски следить за загрузкой депозитов и так далее италий ну что тогда обсудим рынки через неделю посмотрим что изменится по доллару по риску и конечно же поделимся наши точки зрения с аудиторией спасибо тебе большое и до скорых встреч все пока удачи